Новогодняя елка всегда долгожданный праздник для детей, а попасть на главную елку района – заветная мечта любого ребенка. Новогоднее представление на елке главы района – это положительные эмоции, увлекательное шоу, радость и ощущение праздника. К этому мероприятию присоединилась и наша съемочная группа. В минувшее воскресенье в Доме молодежи традиционно состоялся праздник – новогодняя елка главы муниципального района. На традиционные мероприятия со всего района съехались более 50 учащихся. Такой награды школьники удостоились за отличную учебу, высокие результаты в предметных олимпиадах и спортивных соревнованиях, а также за активное участие в творческой жизни Амурского района. В конце каждого года мы все вспоминаем радостные мгновения уходящего года, а у нас осталось совсем немного, когда уйдет 2021 год. И я хочу сказать ответственно, что 2021 год был урожайным на ваши победы. Благодаря всем здесь детям присутствующим, благодаря вашим родителям, благодаря вашим педагогам вы достигли отличных результатов. И этот зал не умещает практически всех, кто достоин уважения и кто победил над собой прежде всего и достиг, и району он доставил большое удовольствие. Поэтому мы гордимся вами, мечтайте обязательно, достигайте того, что вы себе цели какие поставили, и у вас обязательно все получится. Я уверен, что 2022 год также будет плодотворным на ваши победы. С 2013 года главой Амурского района были установлены стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи. Это очень приятно, ведь мы весь год старались, работали. Поздравляю всех с наступающим 2022 годом. Желаю удачи, здоровья, терпения, любви. Ёлка главы – это не просто награждение, это праздник для ребят. Администрация района в этом году пригласила на праздник Центр славянской культуры «Родник» из поселка Эльбан. Артистами были представлены музыкальные номера и красочный новогодний спектакль. Кружится, снежина, кружится, снежина капот, на часах старинных, на часах старинных полночь бьет. И зима раскрасит, и зима раскрасит, небо сут белой краской. Новогоднее настроение, конечно же, есть. Приехав с такого мероприятия, главного Артека, я, конечно, очень рада и счастлива. Сейчас будем снова включаться в работу, заниматься, готовиться к конкурсам. Очень понравилось выступление ребят, очень креативно, интересно, как-то немного по-молодежному. Для детей что-то такое посмотреть очень интересно. Наш Амурский район богат одаренными ребятами, и год от года их становится все больше, а звезды их талантов все ярче сияют на небосводе. Бесценный мир знаний и науки осваивают наши юные дарования. Учатся мыслить, принимать самостоятельные решения, быть трудолюбивыми. Учатся не отступать от намеченной цели, идти вперед, постигая все новые вершины знаний. Нарядные и счастливые. Каждый со своим сокровенным желанием. Они по праву заслужили такого особенного внимания в свой адрес. Ведь они являются престижем и гордостью нашего Амурского района. Я занимаюсь творческой деятельностью, я пою уже много лет. И своими успехами я добилась того, что сейчас нахожусь здесь. Я занимала призовые места в международных конкурсах и в региональных, краевых. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю идти только вперед, радоваться жизни и успехов. В этот же торжественный день был прием и у представителей молодежи. Это те, кто проявил себя наиболее ярко в 2021 году. Ребята получили презенты от имени губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а также благодарности главы Амурского муниципального района. В нашем районе есть добрая традиция – отдельно отмечать ребят, которые за год достигли каких-то высот в учебе, спорте, музыке или в другом виде деятельности. Эта елка уже давно стала доброй предновогодней традицией. Отрадно, что елка для одаренных детей и талантливой молодежи является своеобразным стартом в череде новогодних мероприятий. Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.